Уже сегодня в Москву самолетом отправятся байкальские образцы проб со дна озера и из толщи воды. Показатели здоровья водоема почти две недели отбирали участники экспедиции «Байкал» без сетей. Они также и чистили дно, и отмечали места скопления брошенных орудий лова. Анализ проб проведут на сканирующем электронном микроскопе в МГУ, но уже сейчас ученые сделали несколько выводов. Один из них весьма неутешителен. Специалисты опасаются, что микроводоросли, которые живут на дешевых полимерных сетях, гораздо опаснее, чем могут показаться на первый взгляд. Они не только отравляют воду токсичными продуктами своей жизнедеятельности, но и способны относительно быстро проникать в структуру пластика и разрушать его, а это очень опасно. Это в основном диатомовые микроводоросли, цианобактерии. И они расширяют эти микротрещины и просто чисто механически начинают разрушать волокно сетей, превращая их в тот самый микропластик, который наиболее опасен для водоемов. И разумеется, он разносится течениями, встраивается в ткани других организмов с пищей, особенно в организмы фильтраторов, в организмы губок, в организмы моллюсков. Микропластик не только убивает живые организмы, но и способствует повышению температуры воды у озера. Это нарушает баланс экосистемы Байкала настолько, что невозможно представить все последствия процесса. Выходом из ситуации участники экспедиции считают полный запрет на использование дешевых полимерных сетей, которые чаще всего и оказываются на дне, так как не представляют для владельцев особой ценности. Для введения запрета нужны изменения в законодательстве. Продолжение следует...